Преобразовать данное выражение и выбрать, какой из данных вариантов ответов правильный. Перед тем, как начнем преобразовывать данное выражение, вспомним некоторые свойства степеней. В данном произведении каждое число можно возвести в степень n. То же самое с делением. Если мы делим два числа с одинаковыми основаниями, но разными степенями, мы степени вычитаем. И вам уже известно с прошлых видео формула, что если есть какое-то число в степени x и корень в степени y, то это можно записать как это число в степени x делить на y. Если вы не знаете этих четырех формул, то вы решите этот пример. Для начала 40 в знаменателе представим как 2 умножить на 20. Ну и соответственно по этой формуле возведем в 20 степень каждое число. Тут можем заметить появилось 20 сороковой и 20 двадцатый, то есть два числа с одинаковыми основаниями, разными степенями. Пользуемся третьей формулой, то есть степени вычитаем. В числителе останется 20 двадцатый, в знаменателе 2 в двадцатый. И теперь воспользуемся этим свойством степени только наоборот. Если есть какое-то число в степени n и другое число в такой же степени, можно записать это как деление этих двух чисел в степени n. 20 делить на 2 это 10. Получился корень двадцатой степени из 10 в двадцатой степени. Это можно записать по этому четвертому свойству, как 10 в двадцатой делить на 20 равно... 20 делить на 20 это 1. Значит, 10 в первой степени получается, и это получается ответ 10. Значит, правильный ответ V. Но те, кто ответили ответ G, ваш ответ тоже правильный. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...